Цифровые технологии сделали всемирным достоянием Ногайские песни из фонда нашей телерадиокомпании. О том, как народные мелодии находят своих героев и как вторая жизнь песен становится вечной, в репортаже Руслана Куркмазова. Ногайская Орда – это не только герои бескрайних просторов, но и древняя культура. Отважные кочевники не только расширяли свои степи, но и на широкую душу исполняли Ногайские песни. У Золотой Орды были и Министерство обороны, и вдохновляющее Министерство культуры. Грустно и торжественно звучит домбра над теплым дыханием Ногайского костра. Печаль столетий, энергия преодоления, восхищение неутомимой красотой природы – все способно передать домбра, которая была особой нежной привязанностью композитора Зинеева. В фонде нашей телерадиокомпании хранится культурное достояние народов Карачаева-Черкесии. А достояние должно быть доступным, доступным всему человечеству. И первым на мировой пьедестал полностью выведен Ногайский композитор Залимхан Зинеев. Оцифровка произведений нашего известного композитора Залимхана Зинеева дает вторую жизнь его песням. Бесценный фонд радио и технологии телевидения делает чудеса. Услышать можно не только мелодию Ногайских степей, но и увидеть красоту бескрайних просторов. Когда жил и творил Залимхан Зинеев, не всегда были технические возможности запечатлеть Ногайские мелодии. Но когда композитор талантлив, ничего не теряется. Есть бесценные ноты, которые стали песнями, а песни народ признал родными. А все родное – это и есть золотой фонд нашей телерадиокомпании. А из глубин фонда в новый цифровой свет Залимхана Зинеева вывела заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Светлана Шендрик. Она создала документальный фильм и дала вторую всемирную и вечную жизнь произведениям Ногайского композитора. Люди были очень обрадованы, а молодежь была многое приятно удивлена. Потому что вот тот звукоидеал, который создал Зинеев в своих произведениях – это новый звукоидеал Ногайцев Российской Федерации. Руслан Куркмазов, Светлана Шендрик, Светлана Шаганова и Расул Берзиев. Культурные вести. Карачаева-Черкесия.